Приветствую друзья, на связи с вами снова Сергей Куликов и сайт Фокусы от Моряка. В этом видео мы будем с вами разбирать очередную колоду, но это не просто колода, это очень-очень классная колода, которая была придумана более 100 лет назад известным фокусником The Land. Колода эта так и называется The Land 100$ Deck. Эта колода уникальная в своем роде и она является трюковой. Все ее фишечки вы узнаете, посмотрев до конца этот обзор. Окей, друзья, давайте посмотрим на эту колоду, которая называется The Land 100$ Deck. Колода эта в своем роде уникальная, друзья мои, вы даже не представляете, кто с ней не знаком, хочу сказать сразу, вы даже не представляете, какие фантастические фокусы можно показать с этой колодой. То есть для фокусника, вот именно картежника, это просто вот находка. Ну ладно, об этом чуть-чуть попозже. Итак, первым делом хочу сказать, что идея и дизайн вообще всей этой колоды были придуманы известным фокусником прошлого столетия. Звали его Theodore The Land. Придумал он эту колоду в начале 1900-х годов. Тогда она была не особо распространена, знали о ней как бы немного. Но сейчас она достаточно широко известна по миру. И те, кто всерьез увлекается карточной магией, об этой колоде знают. Итак, колода The Land, значит, что она из себя представляет. Первым делом это обычная синяя коробочка с белой надписью The Land, 100$ deck. Здесь у нас изображение вот такого вот круга. Этот круг присутствует на рубашке этих карт. И здесь вот снизу такая маленькая надпись Magic Makers Incorporated. То есть продают эту колоду на сайте Magic Makers. И как здесь вот снизу сказано, Magic Makers это как бы мировой лидер трюков и магии на DVD. То есть у них очень много материала и реквизита, которые идут вместе с DVD курсами. Именно по этому вот реквизиту. Поэтому к этой же колоде прилагается инструкция на английском языке. Такая книжечка. Ну, у меня она в электронном виде, потому что я достал эту колоду другими путями. Не заказывал на сайте. И идет DVD курс, в котором показаны варианты того, что можно вообще делать с этой колодой. То есть там фокусы действительно фантастические. Начиная от специальных алгоритмов и заканчивая фишками колоды, которые я вам расскажу чуть попозже. Итак, здесь у нас надпись The Land, 100$ D. Эту надпись мы смотрели. Здесь тоже The Land, 100$ D. И вот такое вот изображение, которое у нас присутствует на рубашке карт. Что ж, давайте откроем. Достанем эту колоду и посмотрим ее. Итак, друзья. Первым делом хочу сказать, что в этой колоде присутствует бонус. Бонус этот в виде трех карт, которые называются фокус такой, миллион доллар монте. То есть фокус с картами, три карты монте, да? Когда вам надо следить за тузом. Раз, два, три. Раз, два, три. Где туз? Вы думаете, что в центре, но вы угадали. Снова раз, два, три. Раз, два, три. Где туз? Туз уже с края. Уберем туза. Уберем двойку с тройкой. Раз, два. Раз, два. Где туз? Вы считаете, что он здесь? Но туз здесь. Здесь двойка. Здесь тройка. Ну, собственно, не буду вам показывать дальше этот фокус. Карты здесь бонусные, специальные, гиммиковские. Поэтому вот первая вкусная плюшка вместе с этой колодой. Это вот эти вот три карты для фокуса миллион доллар монте. Далее. Хочу сказать сразу по картам, по качеству. То есть, качество у этих карт офигительное. То есть, те же самые байсиклы стандарты. То есть, не надо думать, что это что-то другое. Нет. Карты здесь самого хорошего качества. То есть, также они хорошо у нас тасуются, перемешиваются. Работать с этой колодой вам будет привычно, потому что, ну, это те же самые байсиклы стандарты. Изображение лиц классические. Изображение, точнее, изображение лиц классические, только изменен туз пик. Расцветки тоже все классические. То есть, желтые, красные, синие цвета, привычные нам по картам байсикл стандарт. Здесь все то же самое. Цвета красные, такие же ярко-красные. Незатемненные, как у Теория 11. Обычный красный цвет. То есть, вот такая вот колода. Единственное, здесь туз пик другой. Все, он выполнен у нас вот таким вот образом. Отличается от байсикловских. Ну, и здесь также надпись Magic Maker и адрес ихний и так далее. Итак, бонус номер два, который присутствует в этой колоде. То есть, это колода крапленая. Да, кстати, обратите внимание, здесь вот у нас такие маленькие надписи снизу идут. Написано Copyright 1913 by TLD Land. То есть, в 1913 году были защищены авторские права на эту колоду. То есть, обратите внимание, у нас рубашечка такого синего оттенка и здесь много таких вот кружочков. Но это кружочки не просто так сделаны. Обратите внимание, здесь вот в каждом месте есть, например, точечки. Здесь вот стоит беленькая, здесь беленькая, да. Здесь вот, видите, точечки уже с другой стороны. Здесь вот точечка, здесь точечка, здесь точечка. Здесь, например, все такие светлые точки, да. Но здесь вот лепесточек чуть подрезан. Или вот здесь вот он чуть подрезан. То же самое с этой стороны. Обратите внимание, все также расставлено. То есть, вы можете узнать вообще любую карту, просто посмотрев на вот этот вот крап. Система крапления также идет в этой книжечке, которая прилагается в комплекте с этой колодой. То есть, это очень-очень хорошо. Если вы, например, игрок и играете за карточным столом, то эта колода для вас тоже будет просто находкой. Потому что эта колода полностью крапленая. Ну и третье, то, что в этой колоде есть, это... Сейчас я вам покажу, к примеру, туз раз, туз два, третий туз и туз четвертый. Всех этих тузов я сейчас возьму и вот так вот в серединочку колоды уберу. Раз, два, три, четыре. И перетасую как следует эту колоду, чтобы всех тузов затерять. Чтобы их было просто не найти. Казалось бы, да, все тузы затасованы, не найти их. Но сделать это очень и очень просто. А почему? А потому что вдобавок к крапу эта колода является также и конусной колодой. И поэтому любую карту вы можете легко сконтролировать. То есть, к примеру, я уже в своих видео показывал, да, как устроена конусная колода. То есть нам достаточно взять одну карту. И перевернуть ее конусом в другую сторону. И вот здесь вот она у меня уже с этой стороны торчит. Видите? Прям чуть-чуть, прям на полмиллиметрика выпирает. Но этого полмиллиметрика достаточно, чтобы я взял и легко выдернул ее из колоды. Так что, друзья, колода эта очень-очень-очень вкусная. И денег она своих стоит. Итак, кому понравилась эта колода, то, конечно же, ссылку на покупку этой колоды я оставлю в описании к видео. Так что, уважаемые фокусники, игроки, я вам от души советую прям вот купить эту колоду. Если вы всерьез увлекаетесь карточной магией, и для вас магия как бы карточная не заканчивается лишь на одной колоде, а вы любите какие-то трюковые колоды, возможно, подумываете о конусной или о свингале, имейте в виду, есть также колода Деленда. Очень-очень-очень классная и поразительная колода. Ну и плюс еще трюк, три карты Монте. Ну что же, вроде бы все. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте, лайкайте видео, чтобы поучаствовать в конкурсе и выиграть призы. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов. Эта рассылка абсолютно бесплатная, но оттуда вы узнаете 10 несложных, но эффектных фокусов, которые редко встречаются в интернете. Ну что же, теперь вроде бы точно все. На связи с вами был Куликов Сергей. Пока.